Дорогие друзья, с вами Солнечный Мерсин, компания Арбат Хомс и я Шалкар. Давно мы с вами не виделись. За это время я успел стать отцом, принимаю ваши поздравления ниже в комментариях. Я не зря затронул эту тему сегодня, ведь скоро мне стоит задуматься об образовании своего ребенка. Сегодня как раз об этом мы с вами и поговорим. Какие бывают здесь школы, государственные или частные, что лучше выбрать, какая оплата, какие документы здесь нужны. Сегодня постараемся вам раскрыть эту давно нас беспокоящую тему. Приятного просмотра, если будут вопросы, пишите в комментариях. Турецкий язык я учил еще лет 10 назад и после окончания школы я абсолютно на нем не говорил. Вся моя последующая жизнь была связана только с английским языком, что вуз, что работа. И случилось так, что я вновь оказался в Турции, вернее в первый раз я оказался в Турции, здесь, сразу в Мерсине. И слава Богу, я не забыл. К чему это? Да к тому, что турецкое образование действительно качественно. Я сам на себе испытал, что это такое. Наверное, много кому известно, что такое турецкие лица, они существуют по всему миру. И это обычная стандартная система образования Турции, перенесенная и отраженная на всех других государствах. В том числе они присутствуют и в России, в Казахстане, Украине, Белоруссии, да даже на Бадагаскаре есть. Там нас учат именно правильному воспитанию и правильному поведению в жизни. Не обманывать, стремиться к успеху, стремиться заработать все честным трудом и жажду знаний. Сейчас у нас есть возможность отдать детей здесь, в Турции, в турецкие школы, не боясь. Будь то это государственная школа или же частная. Начнем с государственного образования. Как туда отдать нам свое чадо? Если ваш ребенок учится второй и выше класс в своей родной стране, то здесь, в Турции, вам нужно будет соответствовать нынешнему образованию. Для этого вы идете в муниципальное государственное учреждение, где вы подаете документы ребенка. Это паспорт, его аттестация от школы, его табеля, его личное дело. Если вдруг, в воле и случая, в этой школе присутствует русскоговорящий, то вам переводить ничего не нужно. Но официально и более формально все это нужно переводить на турецкий язык. Затем это все конвертируется на местный лад. То есть документы ребенка смотрят, смотрят на систему образования. Кстати, российская система образования здесь имеет большую популярность и поэтому это больше просто формальности. Смотря на эти документы, турецкие руководители подскажут, какому классу соответствует ваш ребенок здесь уже на территории Турции. Дам простой пример. Например, ребенок учится в третьем классе в России, а здесь это считается четвертым классом. Например, и вас определяет четвертый класс. С этой справкой вы идете в вашу государственную школу и вас без проблем кто-то зачисляет. Например, сейчас в районе ТЭДЖ есть две государственные школы и одна частная школа. Говоря о частной, то все намного проще. Есть свои экзамены, вы их сдаете, учитель смотрит на поведение ребенка, на его успехи, как он ведет себя в классе и опять идет зачисление, вы идете к бухгалтеру. Что касается оплаты, государственные школы, естественно, бесплатные, частные в платном порядке. Как происходит оплата и вообще платное здесь образование? Государственные школы, они бесплатные. Частные школы, естественно, нужно вносить свою какую-то оплату. Например, ТЭД-колледж, который сегодня вы видели в начале нашего ролика, стоит в среднем 30-40 тысяч лир в год. Туда входит образование, учебники, питание, а также развозка. Кстати, эта школа достаточно популярная в этом регионе. Там же есть Илькокул, то есть это начальная школа, есть средняя школа, есть лицей. И они внегласно, но помогают дальше поступить уже в высшие учебные заведения. Ну и на каком языке же здесь обучаются наши дети? На турецком. Если английский язык в обучении, очень редко это в больших таких приватных школах. Если на русском, есть одна русская школа здесь в Мерсине, и то находится она в Тошу-Джу, в Селевке для детей, инженеров и ученых, которые строят атомную электростанцию. А какую школу выбирать, решайте сами. Лично субъективно, ребенок, который учиться будет и хочет учиться, он не выбирает школу, ему важны знания. А образование, что там, что там вышеупомянутое, везде качественное. Поэтому, если есть какие-то вопросы, опять же, повторяюсь, пишите, звоните, мы поможем вам обустроить ребенка школу, оформить его документы, ну и, возможно, даже поможем изучить турецкий язык. Я надеюсь, этим видео мы смогли быть для вас полезными. Опять же, если есть какие-либо вопросы, вы всегда сможете обратиться нам, написать на номер на экране. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы. В ваше отсутствие мы можем также сесть в школы и уточнить по некоторым определенным вашим нюансам. Я надеюсь, что мы смогли вам разобраться, какую школу стоит выбрать, на что обратить внимание. Ну и, как всегда, с вами Солнечный Мерсин, компания Арбат Холмс и я, уже папа Шалкар.